добрый день уважаемые зрители московское время 10 часов 30 минут начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов с вами эдуард сунгатуллин по вашей реакции я вижу что трансляция идет нормально начинаем традиционно с просмотра макроэкономической статистики в австралии новой зеландии сегодня праздник так называемый день амзак какой аббревиатуру придумали интересны вот ну вышла серьезная такая достаточно обойма данных по японии и были достаточно серьезные комментарии сегодня на азиатском в азиатском регионе об этом чуточку позже выросли потребительские цены в годовом исчислении на одну десятую процента то же самое оказались не хуже предыдущего отчетного периода даже немножко на единичку ниже прогноза цены без учета на свежие продукты питания потребительские цены токио оказались хуже прогноза но посмотрите какой хороший рост с одного процента до 2 и 7 это достаточно серьезно неплохо и немножечко подкачал индекс активности во всех отраслях месячные данные вот здесь вот серьезный спад идет был рост на 2,7 снижение на круп получается 2,8 процента и уход еще и в красную зону это конечно же негативно как этот комментировали сегодня в новостях можно посмотреть здесь в частности вот министр экономики япония мэри сказал что не было достигнут соглашения по поводу торгового договора сша это не имеет отношения к новостям ну вот как бы тоже еще дополнительной информации к тому что сегодня происходил но надо забегая вперед сказать что рынок практически никак не отреагировал на выход этих данных и тут серьезные заявления не нужно было как-то корректировать и так далее да но есть интересная вещь об этом чуточку позже вот здесь про никей все идет речь он сначала с понижением был потом значит ушел в зеленую зону и так далее да что еще интересно здесь вот у китая валютный регулятор центральный банк на китай сказал что положительный сайт текущего счета платежного баланса она положительная в первом квартале и составляет 7,2 миллиард долларов это позитивно в азиатском регионе снп повысил долгосрочные рейтинги кипра до би плюс прогноз позитивный здесь вот это все рассматривается что же это было там какие чего франция и так далее бла 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 мне же было интересно почитать вот эту вещь если кому-то интересно можете почитать здесь следующие вещи это блог по сути дела до журнал wall street journal вот я не так очень поэтично начинаю что есть две новости одна хорошая другая плохая хорошая то что японская экономика убежала от дефляции да но есть и плохая новость победу которой одержали это типа не такой уж большой праздник решение будет трудным и восстановление то есть достижение уровня 2 процента не будет таким оптимистичным как это было дальше здесь все это вот расшифровывается да вышло из дефляции две трети респондентов ответили утвердительно там и так далее так далее хвалят синдзо а б но при этом говорят что знать все-таки там вот проблем достаточно этим заниматься господину к уроду здесь упомянули в этом своем тоже отчете 1,3 процента инфляции составила это означает что он наблюдаешься последнее время тенденции к устойчивому росту повышение цен сохраняется но сохранение это типа будет достаточно трудно далее вот что было здесь интересным опять же упоминается налогов с продаж который был введен и речь идет о том что экспорт неплохой достаточно вот то что достаточно дешевый иена это способствует экспорту все это неплохо но повторюсь значит налог с продаж определенный негатив здесь вносит его когда это будет преодолено еще пока что как бы неизвестно да второй момент то что производство было выведено из японии и назад она возвращаться пока что не собирается вот пожалуй вот эта интересная мысль которая здесь нашел если кому-то интересно можете более подробно прочесть вот как раз это потерянные промышленные предприятия не так-то просто вернуть далее вернемся к нашему календарю сегодня по великобритании ипотечные кредиты розничные продажи ожидаются продажи без учета топлива по прогнозу значит так ипотечные кредиты возрастают на одну десятую продажи в годовом исчислении месячные падают причем падают серьезно правда практически 2,1 процента снижения без учета топлива годовые данные рост на одну десятую месячные данные опять же снижение снижение достаточно серьезные 2,3 процента это конечно же негатив поэтому внимательно смотреть какие будут выходить данные данные значит лучше прогнозных значений помогут укрепиться британскому фунту и соответственно наоборот сегодня по штатам еще ожидается деловая активность в секторе услуг рост с 55 и 3 до 56 ровно здесь и потребительское доверие мичиганская с 80 рост до 83 опять же посмотрим как это будет выходить цифры больше прогнозных окажут поддержку американской валюте и соответственно наоборот да хуже прогнозах а еще если хуже чем в предыдущем отчетном периоде то тогда это будет совсем уже плохо если обратите внимание в последнее время рынки практически никуда не движется все чего-то ждут чего все ждут этот ответ очень простой на следующей неделе у нас есть несколько ключевых моментов ввп великобритании потребительские цены по германии но это не самые главные вещи дальше нас ожидают еще следующее решение банка японии по процентной ставке вряд ли здесь будут какие-то сюрпризы а вот пресс-конференции будет представлять интерес значит японец начнет свое движение пресс-конференция банка японии обзор банка японии все это очень интересные вещи по евро зоне сначала в германии безработица идет потом потребительские цены какова инфляция в евро зоне годовые данные ввп это у нас уже будет с вами среда и вот в среду это как раз есть ключевой момент решение по процентной ставке вряд ли здесь что-то будет да напишите пожалуйста елене чтобы она обновила control f5 нужно просто обновить страничку control f5 решение по процентной ставки федеральной резервной системы опять же повторюсь сюрпризы здесь вряд ли будут какие-то а вот комментарии фрс по кредитно-денежной политики будут как раз определяющими естественно смотрим каковы будут объемы выкупа федрезервом казначейские облигации так далее да значит общий объем составляет 55 миллиардов вот если это будет снижено значит американский доллар будет укрепляться если оставить без изменений вполне возможно что дуор может даже подешеветь и опять же повторюсь что одним из самых важных это будут комментарии федеральной резервной системы относительно поведение американского регулятора опять же скорее всего будут озвучены вопросы касающиеся процентных ставок даты когда будет возможное повышение поскольку бесконечно вот это вот ситуации когда практически нулевые процентные ставки продолжаться не может идет сворачивание стимулирование а потом уже речь пойдет о повышении вот это будет мне кажется как раз определяющим какие у вас будут вопросы что неясно что непонятно жду вашей реакции если есть вопросы напишите слово есть потом задавайте свой вопрос если вопросов нет поставьте плюсик вопросов нет замечательно идем дальше вот как это выглядит с технической точки зрения вся эта ситуация которую мы с вами имеем кстати не забываем что сегодня пятница я всех нас с вами поздравляю и у нас конец торговой недели в связи с тем что рынок практически несколько дней уже никуда не движется я думаю не имеет смысла сегодня открывать позиции более того что сегодня большой большой бамбуковый день у нас практически по всем валютным парам будет не торговая ситуация забегая вперед вынужден не знаю огорчит лет вас и наоборот порадует но сегодня никакой торговли вообще никакой ни по каким инструмент то есть полный полный бамбуковый день и так индекс доллара позавчера нарисовал шип вчера был подъем к 80 подъем был неудачный оказался шипованный и закрытие произошло вблизи минимума позавчерашнего дня сегодня практически никакой торговли идет боковое движение евро доллар тренд восходящий в фазе импульса здесь тоже самое тренд восходящий в фазе импульса вот это пожалуй единственный вариант который нам с вами дается вот все остальное сегодня не торговый абсолютно итак по евро баксу день покупок но посмотрите какое хорошее движение в боковике и у меня нет сильной уверенности что действительно это будет мощное движение вверх но тем не менее да формально мы должны подходить четко поскольку сегодня здесь день покупок одну секундочку я здесь только удостоверюсь нет где здесь надо все в плюсе то есть смена с отрицательного значения на положительное здесь тоже идет рост так направление нам известно да смотрим внутреннюю структуру идет прилив прилив должен закончиться он уже достаточно активный поэтому сейчас нужно сделать следующее подождать когда будет волна отлива ожидаем когда отлив закончится и только на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку определяем момент входа но когда это произойдет посмотрите пожалуйста на часы да я так полагаю что это будет уже середина или окончания американской сессии и оставлять открытую позицию на понедельник подумайте разумно ли это решать конечно вам я никого не заставляю никого не уговариваю вы самостоятельно принимаете решение я только высказываю собственное мнение и так должен быть сигнал сформированный зафиксированный вы определите момент входа если момент входа наступит будет сигнал до открывайте часовой фрейм и ждете консолидации узкого латильного бокового движения если все совпадает ключевое слово если значит если совпадает то делается дальнейшее действие если нет просто закрываете терминал и забываете о торговле так вот если все совпадает ставить отложен приказ by стоп определяете точку выхода где вы будете выходить по стоп лоссу на текущий момент цели следующие первое рекомендую ориентироваться на двойное касание в абсолютных значениях записываем 1 39 65 1 39 65 ну и бонус в качестве бонуса границы ценового канала 1 41 20 но это уже конечно очень жирно какие будут вопросы что не ясно что непонятно жду вашей реакции по паре евро доллар если есть вопросы пишем слово есть затем формулируем свой вопрос если вопросов нет то просто ставим плюсик который будет означать что все ясно все понятно и мы пойдем с вами дальше смотреть большую бамбуковую ситуацию по всем остальным валютным парам вопросов нет идем дальше британец тренд восходящий фазе импульса смотрим о сми а он с отрицательным значением тренд восходящий тренд нисходящий значит никакой торговли абсолютно никакой торговли можно в общем то диапазон здесь поторговать но опять же лучше это делать наверное не сегодня лучше в понедельник есть сигнал в продажу цены верхней трети но у нас они уже впрочем если все сигналы будут не выше вот этого двойного касания да то можно будет предпринимать какие-то действия в принципе определить по диапазонной системе что сегодня день продаж вот ситуации следующие была волна отлива если сейчас начнется прилив и повторю если это не будет выше вот этого двойного касания да вот этих максимумов а это все будет находиться ниже будет сигнал в продажу определить момент входа после чего часовой фрейм и консолидации если все совпадает отложенный приказ sell stop определяете точку выхода где будете выходить по стоп лоссу так и в качестве цели как мы с вами говорили давайте ориентироваться на вот этот лоу предыдущий 165 50 165 50 какие будут вопросы что неясно что непонятно жми ваши реакции по британскому фонду вопрос идем дальше смотрим австралийскую валюту австралийц тренд восходящий в фазе отката тренд нисходящий залезаем на забор забираемся повыше жуем бананы курим бамбук никаких сделок по австралийцу не совершаем японская валюта можно даже не смотреть как расположены мувинги они явно не пересеклись еще вниз на то есть пересечения здесь нет все еще восходящий остается стран но здесь в любом случае восходящий фазе отката да то есть поскольку мы увидим что фаза отката поэтому день не торговый по трендовой консервативной торговой системе а диапазонная система не торгуется поскольку цена находится в мертвой зоне мертвая зона никакой торговой из по япончику конкретно сидим на заборе и никаких сделок не совершаем швейцарский франк очень похожая ситуация восходящий фазе отката то же самое ввозятка сидим на заборе курим бамбук сделок не совершаем и по канаду то же самое здесь фаза отката и совершенно в общем-то не критично как здесь расположен мувинги пересеклись они не пересеклись хотя реального пересечения здесь нет да вот видно по гистограмме что мы в любом случае торговать сегодня не будем то же самое сидим на заборе и курим бамбук можно есть кокос и жевать бананы все что угодно евро франк закрылся вчера ниже уровня 1.22 и пока что вял текущий торгуется ниже это наш с вами индикатив мы по нему не торгуем просто рассматриваем его как источник дополнительной информации для понимания того что происходит по евро по швейцарскому франку но и по другим валютам которые связаны с этими с этой парой конкретно золото посмотреть какая интересная вещь был прокол ниже уровня дончана и цены пошли к полтиннику что мы должны сделать сегодня теперь на достаточно длительный период у нас с вами уровень дончана верхний ну что же такое никак не хочет зацепляться мы его сейчас таки зацепим лео вот таким вот образом и соответственно должны чуточку пониже опустить наш с вами полтинничек чуть чуть пониже вот примерно такой сейчас картинка давайте поступим следующим образом во склонируем вот эту линию а эту мы с вами изобразим другого цвета это уже пробитый уровень но он пока еще не потерял свою актуальность и так что у нас с вами получается цены пробили нижний уровень дончана но и вчера же поднялись выше вот если бы они опустились ниже а в дальнейшем вернулись подтвердили это можно было рассматривать как отскок от старого уровня движение вниз поскольку фильтр рассмотрит вниз мы пока что отдаем предпочтение сделкам только на продажу еще один вариант когда можно начинать торговать когда цены будут отталкиваться от полтинничка кстати был не прав теперь мы с вами должны полтиннику отсюда переместить поскольку у нас вот он нижний уровень да вот верхний то есть цены практически находится на полтяжке так вот достаточно интересная ситуация четырехчасовой фрейм если будет сигнал в продажу он должен быть сформирован зафиксирован открывается часовой фрейм если волатильность при этом не возрастет можно попытаться сварить пол порции черепахового супа это означает что цель у вас будет 1268 долларов и 41 цент это ваш целевой ориентир вот это ваш цель на текущий момент какие будут вопросы что неясно что непонятно жду вашей реакции по золоту ну и должен сказать что весь анализ мы с вами уже закончили среднесрочный трудящийся просит посмотреть агрессивную торговую систему которая называется могучий крокодил давайте посмотрим крокодиль чега евро бакс пасть не закрыта она открыта вверх начинать торговать нельзя нужно подождать пока хищник изголодается чем более голодным он будет тем комфортнее можно будет входить британец цены в пасте аллигатора пасть смотрит вверх то же самое никакой торговли ждем пока хищник чега проголодается австралиец смена направления пасть была открыта вниз пасть не закрыта фракталов нет если ключевое слово если если цена пойдет вниз и вот один из этих баров который самый высокий будет фрактальным а это будет скорее всего в 13 00 не раньше известно то можете посмотреть вот тогда у вас будут опорные максимумы принципе ситуация неплохая не более 30 пипсов отсюда вычитается лоу из этого лоу один пипс ставится отложен приказ сел стоп да у того бара который будет фрактальным по моему вот это давайте посмотрим на чеха этого 92 80 а здесь 92 70 на вот этот выше значит этот будет вот фрактальным повторяю это вы узнаете когда закроется этот бар будет 12 до в 13 00 если он четко будет фрактальным значит сюда нужно будет прибавить спред плюс один пипс и отложенный приказ by стоп это для покупок вход естественно только одним юнитом юнит десятая часть от общего объема позиции но повторяю ключевое слово если так вот если цена не превысит этот максимум тогда это будет актуально если нет то там будете уже смотреть сами пересматривать и пончик ситуация следующая 31 пипс в принципе можете попробовать но если опять же ситуация пойдет то что цены пойдут сбок и не опустится ниже вот этого минимума здесь нужно посмотреть какой low ниже 102 2 278 а здесь 102 30 вот этот low ниже и так вот если этот видимо еще один час придется ждать до еще один час low не будет ниже тогда у вас будет более комфортный меж фрактальное пространство да это будет что-то типа 21 пипса здесь тогда можно будет рассматривать как опорную точку для покупки ставить отложенный приказ by стоп прибавив к этому максимуму спред плюс один пипс отсюда когда появится этот бар будет он фрактальным но повторяю он должен быть обязательно закрепленным для этого нужно ждать еще одну свечку когда она закроется это опять же будет 13 00 да тогда вы определите что вот возможно это будет опорный минимум отложенный приказ селл стоп это же можем будет входить одним юниту по первому измерению швейцарский франк торговать нельзя пасть открыто вниз канадец здесь вообще очень интересная ситуация посмотрите когда у нас настолько 8 пипсов всего но я считаю смешно да лучше конечно это просто простыми шумами вас откроет лучше все таки не поступать до посмотреть вот наверное вот этот фрактал рассмотреть 16 пипсов от все-таки посерьезнее на это все-таки 8 это слишком итак здесь у нас будет опорный максимум это у нас с вами опорный минимум сюда добавляем spread плюс один пипс отложенный приказ by стоп и это опорный опорная точка для покупок это соответственно для продажи вычитается 1 пипс из этого порно умения и ставить отложенный приказ селл стоп какие у вас будут вопросы что неясно что непонятно жду вашей вопросов нет конечно же это не может не радует благодарю всех за внимание с вами был дар цунгатуллин до свидания всего доброго я желаю вам удачи будьте внимательными осторожными берегите себя не забывайте что рынок форекс это не то место где можно себе позволить расслабляться и хулиганичить поэтому ведите себя прилично пожалуйста еще раз поздравляю всех нас с вами сегодня пятница удачи всем